Лично тебя слышно, гораздо лучше, чем у предыдущих ребят было слышно. Ну что, выходим? Поехали. Я нашел кнопку, я не знаю через какое время, начиная с захвата Фейсбук. Вот мы сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, ребята, которые смотрят нас. Ваш покорный слуга Алексей Лебединский. Я вынужден и считаю своим долгом делать эфиры с врачами, поскольку до сих пор многие не понимают, насколько опасна сейчас сложившаяся ситуация с вирусом. Вы видите сейчас прекрасного хирурга... Ой, кстати, тут у меня стоит, что ты Борис Рипа. Это неправда. Сейчас здесь секунду, я сейчас заменю текст. Ты совсем не Борис Рипа, педиатр из Нью-Йорка. Ты у нас Давид Шугладзе. Не педиатр, точно. Да. Пишу Давид Шугладзе, Одесса. Кстати, я должен поздравить, прежде всего, тебя, как Одессита, со вчерашней годовщиной освобождения от фашизма Одессы. Спасибо. Большой праздник. Что-то все криво я написал, извините, мы в прямом эфире. Давид – это человек, который очень правильно предсказал все мои заключения со спиной. Вы опять видите, что я лежу, я в очередной раз скажу, лежу я не потому, что не уважаю своих зрителей и гостей, потому что я не могу находиться в вертикальном положении, то есть очень мало, и это время я использую для того, чтобы прогуляться, чтобы как-то размять свои мышцы, чуть не сказал членам. В общем, вопрос такой. Я прочел то, что вы написали, вы сказали в интервью о том, что у вас отвратительное отношение руководства к сложившейся ситуации, что не хватает ничего в Одессе для того, чтобы встретить эту заразу и должным образом с ней бороться. Я хочу вам сказать, что вчера моя ближайшая подруга, или мы на «ты» разговариваем, или на «вы», но мы просто знакомы. Давайте на «ты». Да-да, давайте на «ты». Хотя такой уважаемый врач, как вы, безусловно. Я просто разговаривал до этого на «ты» с человеком, которого я очень хорошо лично знаю. С вами мы лично виделись, но мы уже достаточно близко знакомы в связи с моими болячками. Так вот, моя подруга, которая практически моя сестра по мироощущению, не буду называть ее имени, она работает здесь, в Майами, в отделении интенсивной терапии, как раз куда поступают все заразившиеся и в тяжелом состоянии в самом. И хочу, я бы с удовольствием показал эти фотографии людям, как предохраняются от заразы здесь, какие средства личной защиты делают здесь люди, американцы, работники, врачи, медсестры. Так вот, я бы с удовольствием поговорил с этой фотографией, но не могу без разрешения Наташи. Из мусорных пакетов я видел. Это Наташа. Из полиэтиленовых пакетов. Да-да-да-да-да. Они вырезают из полиэтиленовых пакетов, так что снабжение здесь средствами личной безопасности даже для врачей обстоит дело отвратительно так же. То есть ни одна страна в мире, даже такая вроде бы мега цивилизованная, как Америка и такой район, как Майами, вроде бы абсолютно цивилизованное место, как по крайней мере в медицинском отношении, не готовы к встрече этого вируса. Скажи, пожалуйста, что происходит в Одессе? Я понимаю, что ты чуть-чуть выехал за город, судя по твоему задумчивому лицу, на фоне моря, которое я мельком видел сейчас, да? Да, есть такое дело. Но чуть-чуть не совсем так, как у вас. У нас следствия индивидуальной защиты появились, да, их благодаря в большей степени благотворительным организациям, которые, как в 2014 году у нас полностью вооружили армию, да, отдели Абули, так сейчас работают именно по борьбе с вирусом. И быстро довольно-таки привлекли бизнес, собрали достаточно большие деньги. По отчетам позавчерашнего, я читал, штаба нашего Одесского, собрали больше 150 миллионов и закупили на всю область достаточно весомый такой боекомплект средств защиты и распиратор. Для врачей, ты это имеешь в виду для докторов? Для медперсонала. Для медперсонала. Палка появилась, появилась о другом конце. Цовковая ментальность такая, она не дает о себе, как, знаешь, прапорщик в армию, да, принесли, а быстренько в склад до лучших времен. То есть на вопросы, почему же вы не раздаете это все врачам, потому что пациент это поступает. То, что показана статистика маленькая о том, что у нас их мало, мы просто их можем не выявлять, потому что тесты мы поголовно всем не делаем. Делаем только тем людям, у которых либо есть уже пневмония, либо есть респираторные какие-то проявления. Но это уже поздно. Получается, что это поздно. Абсолютно правильно. На вопрос, а что же вы будете делать там с тысячами респираторов, с десятком тысяч пар перчаток, а мы их будем в пик раздавать. Так, уважаемые господа руководители, в пик у нас будет такое, что вы можете эти перчатки с респираторами только на собачек, которые бегают во дворе, одевать, потому что, ну так реально сказать, 3-4 бригады врачей есть полноценные, которые могут обслуживать в сутки, да, и меняются там сутки через трое. У вас прямо есть поток с подозрением или уже инфицированных? У нас есть инфекционная больница, которая в Одессе принимает пациентов с подтвержденными ковидами. И у нас спорадически появляются эти пациенты в обычных стационарах. То есть поступил, допустим, пациент с пневмонией, либо с другой какой-нибудь болячкой. Начались проявления, протестировали, выявили ковид и отправили в инфекционное отделение. Но в нашей больнице готовится ковидное отделение, так называемая вторая волна, когда заполнится полностью инфекционное отделение. То есть это будет? Да, ну, готовимся к такому сценарию, и в ближайшее время должно показать, будет оно или не будет. Где-то так. Скажи, пожалуйста, для врачей нет. В приемном отделении все равно пациенты приходят, если у них нет явных клинических проявлений, это не значит, что нет ковида, да. И надо все равно защищать врачей, потому что медперсонал, врачей, сестер, я имею в виду, санитарок, как весь медперсонал. Они контактируют, потом разносят это все между собой, слягут бригады медперсонала, они кому будут оказывать помощь, элементарно все. Хотел также добавить, что мой замечательный друг Александр Соколовский в Киеве, и текстильконтакт, его компания, быстро-быстро наладила производство защиты, и, в принципе, я думаю, что можно обращаться к нему по поводу... Причем он абсолютно порядочный человек, никаких цен заламываться не будет, он глубоко порядочный человек и не зарабатывает на чужом горе, естественно. Поэтому я думаю, что можно обращаться к Александру Соколовскому в текстильконтакт за средствами как личной самозащиты, потому что людям это надо, так и в медицинском учреждении. Я думаю, что, в принципе, наш эфир посмотрит и Михаил Радуцкий, и он-то знает, что происходит на самом деле тоже, поскольку занимается этим вплотную. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь... Да, сегодня пришли данные удивительные... Ну, не сегодня, скажем так, вчера. Там дети у тебя в огромном количестве. Да, наверное. Да. Вчера Барак Обама выступил с заявлением в Америке о том, что не надо молчать о том, что происходит. Он, так сказать, косвенно обвинил нынешней власти в том, что замалчивается инстинная ситуация с вирусом. И обозначил еще такую вещь, что огромный процент среди зажившихся и умерших это афроамериканское население. И он говорит, я ничего не могу сделать, это настоящая статистика. Потому что, вот, допустим, я читаю, есть, допустим, такая статистика, что в штате, сейчас скажу, вот, например, в округе Милуоки, где находится Висконсин, афроамериканцы составляют 70% погибших, при том, что 26% населения их всего. То есть в 4 раза их меньше всего, но все равно среди них 70%. То есть 70% погибших. То есть это 3 четверти, еще это умножаем на достаточно серьезный процент, получается в несколько раз. В несколько раз смертность и заболеваемость среди афроамериканского населения больше. И могут, я не знаю, как это объяснить, они пытаются объяснить это так, что это население больше подвержено с сосудистым заболеванием, одно подвержено каким-то... Ну, в общем, они пытаются это как-то перевести на то, что это не имеет никакого отношения к генетике. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть, просто санитария. Может, есть генетика, может, элементарные, да, абсолютно правильно, поведенческие, то есть насколько соблюдаются санитарные, элементарные правила, может это влиять, ментальность может влиять, отношения, допустим, как в Италии, да, там у них ментально ты не можешь не общаться с людьми, там, за руку не поздороваться. Я думаю, что здесь тоже генетика не настолько связана, связана именно с бытовыми условиями. С чисто плотностью, скажем так, да? Профилактики. Ну, если грубо сказать, наверное, так. Ясно. А скажи, пожалуйста, а насколько развивается ситуация сейчас именно в Одессе? Насколько ты видишь, кто-то говорит геометрическая прогрессия, кто-то говорит арифметическая. У вас единичные случаи, я так понимаю, что единичные случаи, это десятки человек, или это сотни человек? Какая статистика по Одессе сейчас? Нет, у нас пока десятки человек, по Украине чуть больше двух тысяч всего по всей Украине выявлено. У нас нет, у меня речь сейчас не идет о геометрической прогрессии, но тут может быть. У нас есть такой даже Бермудский треугольник, город Николаев, который недалеко от Одессы находится, в котором вообще не нашли еще ни одного случая ковида, да? По этому поводу даже главный санитарный врач ездил туда, вроде бы все его удовлетворило. То есть, был вопрос, может, просто не выявляют, поэтому ничего нет. Ну, вроде бы, как стараются выявлять, мало, но все равно нет. Это очень хорошо. Я сразу вспомнил про Николаев. У меня был товарищ, который, правда, немножко сошел с ума потом, у меня был товарищ, который долгое время прожил в Питере, он сам Николаевский, но он всю жизнь курил траву местную Николаевскую. Я думаю, может, поэтому их ничего не берет, потому что они все время на траве. Да, но, к сожалению... Сейчас мы не будем обижать Николаевцев. Нет, нет, я говорю, это у меня был такой приятель, он снимался в моих клипах, и пьяный Винни-Пух, жара июля, он снимался, и вспят устал игрушки, но, к сожалению, он немножко подвинулся головой. Я к тому, что... Это очень здорово, что зараза не приходит пока в какие-то регионы, но, как ты считаешь, изоляция, это правильная абсолютно мера, или... Абсолютно на 100% правильная мера, и она должна была быть именно такой жесткой, со штрафами, как она вот сейчас начинает у нас, буквально там с понедельника, с этого, да, ввели штрафы, уже случили все это. И комендантский час в Одессе ввели, да? Потому что люди запретили собираться в ресторанах. Комендантский час тоже? Мы запретили, когда 12... Нет, комендантского часа у нас нет. А у нас есть. Комендантского часа необходимо вводить. Ну, у вас, наверное, вейсковый стан въеден, очень надзвучайный стан по-русски. Чрезвычайный. Чрезвычайное положение. Да, да, да. Может быть. Поэтому у нас без этого ввести комендантский час. Местные власти могут, конечно, своим распоряжением, но пока такого нет. Когда 12 марта ввели у нас карантин, да, закрыли средства, то есть кафе, бары, рестораны, магазины в большей степени. Люди просто на следующий день высыпались все по побережью, там яблоку негде было упасть, да? То есть люди не понимают. Закрыли одни места. Да. Сейчас усугубили все это дело, и вот вчера я пытался пройти посмотреть. Реально работает. Если кто-то спорадически идет с собачкой гуляет, то расстояние соблюдается, то есть людей нету, барбекю не жарят на берегу, и так далее, и тому подобное. То есть карантинные мероприятия. Самое основное, это прерывать цепочку передачи инфекции, да? Там, где она уже есть, ее выявить, организовать, и прервать дальнейшую передачу. Вот поэтому у нас в Украине ожидается большой пик этой инфекции. Может, ты смотрел, наблюдал, когда границу прорывали зарабинчане из Европы, да? Десятки тысяч зарабинчан вернулись сюда, в Украину. Кто-то из них соблюдает режим самоизоляции, кто-то, понятное дело, не соблюдает, а уже по Украине гастролируют дальше, пытаются заработать какие-то деньги, да? Поэтому, вот за счет этого, наверное, большая часть случаев, это привезенные случаи. У нас и будет пик, который ожидается. И второе, это треть заболевших, на позавчера были медицинские работники, которые контактируют с джентрами и оказывают помощь. Ну, что же мы будем делать, если вы будете болеть? Ну, да, из 48 заболевших 32 были медицинскими работниками. Поэтому, то, о чем я говорю, что средства индивидуальной защиты должны выдаваться уже вчера, а не ожидать какого-то мифического пика, будет он, не будет. До пика могут врачи большинство просто не дотянуть. Да, это очень тяжелая ситуация, которую нужно решать немедленно. А ты видел, что если раньше врачи просто надевали маски, перчатки, понятные и так далее, они в контакте с инфицированной, теперь они полностью себя безопашивают в том, просто стало понятно, что инфекция передается и через слизистую глаз. То есть, как это... Ну, основной передачи нос, слизистая, глаз, губки, да, абсолютно правильно. Да, поэтому защитить надо. Врачи вот так одевают, как на себя такую, как это называется? Называется щиток. Щиток. Защитный щиток. Да. То есть, нужно на самом деле серьезно отнестись ко всему, что сейчас происходит, чтобы потом не пришлось хороднить близких. И ради этого я и делаю эти эфиры, чтобы кто-то, может быть, и понял. Слава Богу, многие люди понимают. Что ты посоветуешь именно одесситам, украинцам просто соблюдать карантин или какие-то средства дезинфекции? Кстати, по поводу средств дезинфекции. Моя подруга, которая в Украине всегда в кармане с собой ношу дезинфектант в последнее время. Руки протираются позже всего. Да, это важно. Я к тому, что очень много фейков, всяких сразу бутылок появилось неизвестно с чем, с названием антикоронавирусные дезинфицирующие средства. Я, дорогие мои... попросил Олю прислать неконтактные ее телефоны. Она точно не обманет. Она, абсолютно пароверный человек, она не будет выпускать ерунду или какую-то дрянь. Она только что ругалась, что продают люди смешанный какие-то ацетон с чем-то непонятным. Вы можете отравиться, отравить детей и так далее. Поэтому я вам дам данные Оле, где вы можете спокойно приобрести нормальные средства дезинфекции, не боясь. Я уверен, что многие люди тоже выпускают. Просто я говорю за тех людей, в которых я уверен. волей, я уверен. Что еще скажешь такого важного, может быть, не касается коронавируса? Как вообще жизнь в Одессе прекрасна? Я, во-первых, хотел, в первую очередь, поблагодарить за такое начинание доброе, просвещать, нести людям в массы то, что не может, наверное, достучаться государство, МОС, Министерство через радио, через Тьюдми, а ты через своих подписчиков, где их огромное количество, можешь им объяснить. Не всегда получается праздников, но стараешься, кто-то подключается к беседам. Если одного перепрошьешь, если так правильно сказать, он заразит других правильной информацией. да, да, да. А сейчас в преддверии таких религиозных праздников, несмотря на карантин, ты же прекрасно понимаешь, что будут все равно собираться, потому что и мамы собирались, и так далее. Это неправильно, собираются до сих пор, несмотря на закрытые церкви, собираются в церквях, целуют там эти святые мощи, иконы, и так далее. Вот только что мне, кстати, журналистка присылала фотографии в монастыре, все это есть. зашли в масках, служба прошла, потом маски сняли и по очереди пошли целоваться, скрывать эти мощи. Абсолютно неправильно. Дорогие наши служители, священнослужители разных конфессий, пожалуйста, понимайте, что вера для многих людей это абсолютно святая штука, и они вам доверяют как самому Господу Богу. Поэтому от вас зависит то, насколько эти люди будут в безопасности или нет. Пожалуйста, не собирайте народ в церквях даже, ну, подождите чуть-чуть, когда это пройдет. А тем более, если вы видите, что икону целуют подряд люди, вы же понимаете, это все люди потенциальные трупы, вы должны понять, это живые люди, которые потом будут страдать. Пожалуйста, на вас лежит огромная ответственность как раз священнослужители, те, кто работают в храмах, и священники. И это касается, кстати, и любых мест скопления людей. Пожалуйста, не инициируйте скопление людей, и не празднуйте. ребят, я даже здесь, в Америке знаю, хотя здесь, вроде бы, как просвещают людей, и я знаю людей, которые говорят, да ладно, Лех, давай соберемся, поиграем в мафию, или, да плевать, уже скучно стало, мы засиделись. Слушайте, а не скучно будет, когда потом вы придете, например, на мои похороны, потому что я в зоне риска, например, нахожусь. У меня повышенный сахар, у меня проблемы с высоким давлением, ну что, я не хочу сдохнуть, я хочу с вами потом в здоровом виде поиграть в мафию, поэтому давайте уж как-то потерпим. Давид, спасибо огромное, может быть, ты разрешишь еще с тобой связаться через некоторое время, когда ты поймешь, как меняется ситуация в Одессе. Спасибо, дорогой, спасибо, мы бы рад уйти еще. зрителям моим тоже всем хорошего настроения и держаться, 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 крепиться. Если есть какие-то вопросы к докторам, с которыми я буду еще, естественно, делать включение, пожалуйста, пишите мне в комментариях вот под эфирами, под эфиром с Давидом Фабуладзе, под предыдущими эфирами, с американскими врачами, с питерским врачом Львом Увербахом, пожалуйста, пишите свои вопросы, я постараюсь собрать самые такие вот важные, которые вас волнуют, и буду задавать их докторам. Спасибо, Давид, большое, спасибо, мои подписчики и зрители, всем здоровья и здравого рассудка. Пока. Все, спасибо, до свидания, пока.